Барьерные ограждения – необходимый элемент безопасности на трассах. Распределительные ограждения или в простонародье отбойники устанавливают на дорогах к краевой столице. Основная функция этого элемента безопасности – разделение встречных транспортных потоков. Согласно ежегодной статистике, аварии с тяжелыми последствиями чаще всего случаются как раз-таки на встречке. Да, и чтобы их предотвратить, ставятся барьерные ограждения. Они не дают автомобилям выехать навстречу друг другу. Вторая задача отбойников в случае аварии – предотвратить опрокидывание автомобиля в кювет или выезд на встречную полосу. Если водитель теряет управление и машина врезается в ограждение, специально сконструированный отбойник поглощает силу удара, смягчая его. Это позволяет снизить риск для пассажиров и уберечь других участников движения от возможных травм. Существует несколько разновидностей отбойников, и у каждого свои особенности и требования к установке. Тему мы продолжим с нашим гостем. В студии сегодня с нами Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Доброе утро. Доброе утро. Александр Александрович, доброе утро. Ну, первый вопрос. Какие основные задачи решает как раз-таки установка этих отбойников? Основные задачи, это задачи, поставленные правительством Российской Федерации. Это уменьшение количества пострадавших в ДТП. Это снижение тяжести последствий, это снижение риска причинения вреда здоровью. Ну, это самая основная задача. И именно она решается установкой барьерных ограждений на тех дорогах, где наиболее повышенный скоростной трафик. Это дороги 4 и более полос, то есть, ну, практически магистральные в основном дороги в любом городе. Потому что, ну, на двухполосных смысла нет ставить где-то. То есть, это, конечно, идеал был бы, но основная задача, поставленная правительством Российской Федерации, оборудовать все 4-х полос наиболее дороги барьерными ограждениями. Везде одинаковые отбойники ставятся или как-то они делятся? Разновидностей их достаточно много. Вот бетонных, которые поглощают силу удара за счет смещения их относительно места установки. Ну, если вдруг у кого-то возникнет вопрос, как бетон, бетон может сместить удар. То есть, он смещается за счет того, он не прикреплен к дороге, и он смещается. Его можно сдвинуть. Да, он сдвигается в ходе ДТП. И металлические, те, которые ставим мы сейчас. Они за счет демпфирующего эффекта, то есть, сминания, если по-простому, значит, при ДТП, они уменьшают силу удара. И самое главное, как вы правильно заметили, они предотвращают выезд на полосу встречного движения. Это самые тяжкие последствия. Поскольку, так скажем, в качестве ликбеза для наших автолюбителей, кто с математикой не очень знаком, и предполагая, что при скорости 40 км в час, к примеру, выезд на полосу встречного движения, скорость вроде небольшая, то скорость суммируется при встречном ДТП. Это уже 80 при наезде на неподвижное препятствие. А как выбирается именно вид отбойника? То есть, это поставить сюда, на этот участок, бетонный, либо же железный? Вид отбойника выбирается, во-первых, шириной проезжей части, то есть, немного разные показатели. То есть, мы на данный момент ставим металлический, его ширина 300 мм. И по ПДД от отбойника еще расстояние должно быть до ближайшей полосы разметки еще полметра. То есть, метр тридцать. Бетонные, они чуть шире, получается, полтора метра заберут на 20 см. Мы эти 20 см проще, лучше экономим для того, чтобы интервал между транспортными средствами был чуть-чуть больше. А где устанавливается, на каких дорогах? Есть ли какой-то план, может быть, установки? План у нас есть. То есть, совместно с ГИБДД и правительством Хабаровского края, все дороги в Хабаровске четырехполосные обследованы. И есть те дороги, четырехполосные, это тоже так забегая вперед, где невозможно его установить. Например, ну, или очень трудно, это, например, улица Шелеста. Ширина проезжей части, там составляет и вот новый участок улицы Тикянской в том числе, составляет 15 метров, чуть даже меньше. Связано это с тем, что пролегают справа и слева и на Шелеста, на Тикянской, большое количество сетей, которые при расширении дороги необходимо выносить за полотно дороги. Это, ну, сотнями миллионов, на самом деле, числяется, поэтому решили сэкономить бюджетные деньги и лучше подремонтировать большее количество дорог. Но вот там метр тридцать не откуда забирать, поскольку тогда возникнет риск отмены автобусного движения. Потому что при автобусном, для автобусного движения ширина полосы должна быть не менее трех с половиной метров. То есть вот такой нюанс, то есть надо учитывать. И мы составили перечень дорог, там, где это мероприятие реализуемо. И в первую очередь, это улица Волочайская, поскольку, ну, переходящая в Краснорическую, поскольку на части улицы это барьерное ограждение на Краснорической уже есть, ну и как бы необходимо улицу-то закончить, так же, как Павла Морозова. Ну, вообще, да, я думаю, многие заметили, что эти отбойники действительно появились. А выбор, что именно там нужно поставить эти отбойники, то есть это потому, что нужно это сделать, потому что четырехполосное движение, или потому что какая-то была аварийность? Как это происходит? Аварийность действительно один из основных показателей, по которому мы оцениваем необходимость установки, ну, первоочередность данных мероприятий. В 2022 году таких ДТП было два, в 2021 году их было семь, в 2020 год был, слава богу, более-менее лояльным два, но зато в 2019-м их было десять. То есть, и учитывая то, что это повторяется с определенной такой периодичностью, ну, надо, решили, что людей надо поберечь, поскольку скорость, скоростной трафик там, особенно в ночное время, он достаточно такой. Какие вообще факторы влияют на повышенную аварийность? Там, возможно, нагрузка, скорость? Я, может быть, так вот скажу, основной из факторов – это прокладка между рулем и сиденьем. Есть такая водительская поговорка. Видит человека. Видит человека, который бездумно, выбирая либо скорость движения, либо полосу, и куда-то торопясь, или вообще непонятно по каким причинам, либо находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и понимая вообще, что на дороге происходит, вот совершает ДТП, порой просто необъяснимый. Поэтому для таких вот необъяснимых надо последствия. Остановить его трудно в потоке, то есть ГИБДД этим делом занимается, и тысячами выявляют нарушителей, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. И никого, к сожалению, этот штраф почему-то не пугает. Это точно. Что касается, да, работ по отбойникам, они ведутся в рамках НАЦПроекта? Да, это НАЦПроект развития транспортной системы Хабаровского края при поддержке правительства Хабаровского края на основе самофинансирования. То есть правительство нам очень сильно помогает деньгами в рамках проектов вот именно безопасности дорожного движения. Это оборудование светофорных объектов, пешеходных переходов и вот барьерное ограждение. В этот комплекс работ входит. Поэтому мы по согласованию с правительством Хабаровского края вышли с предложением вот этот участок оборудовать. Правительство нас поддержало, выделило деньги. Мы добавили, и вот ряд объектов мы реализуем. А какие суммы заложены? На этот год получилось в совокупности 15 миллионов. В том году, в прошлом году, он чуть, так скажем, финансово был более благоприятным. Это было порядка 70 миллионов. В целом на мероприятие по безопасности дорожного движения было затрачено. Ну, естественно, мы на следующий год тоже планируем такие мероприятия. Правительство нас в этом вопросе поддерживает. А вот что касается объектов, какие запланированы в перспективе? Вы уже рассказали, да, про Волочаевскую, про Краснореченскую, что еще? Кроме Волочаевской, Краснореченской, единственное, будет стоять вопрос в следующем году при ремонте проспекта 60 лет октября. Поскольку на участке от Малин Суворова до Машинистов там ограждение в виде бетонных блоков оно стоит. И на этом промежутке, который следующий, от Аэродрома до Машинистов, тоже будем планировать там где-то возможно установку барьерного ограждения. А вот вы так сказали, все-таки не совсем по теме, планируется ремонт 60-летия октября. Конечно. Какое счастье. Мэр об этом постоянно говорит. Заключен муниципальный контракт, может быть, для людей, чтобы было понятно, на участок на следующий год от Машинистов до Аэродрома. Я просто знаю, что все ждут, поэтому мы еще раз это услышали. Спасибо вам большое за эту тему. Безопасность, прежде всего, в наших руках. Конечно, очень здорово, что для этого что-то еще и делается. Но прежде всего следим за тобой, соблюдаем скоростной режим и соблюдаем все меры безопасности на дороге. Александр Прохорец был сегодня вместе с нами в гостях, заместителем Арахабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.